Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» мы говорим об осеннем призыве, который стартовал в Российской Федерации 1 октября. И по этому случаю пригласили в студию военного комиссара Ульяновской области Петра Брыкина. Здравствуйте, Петр Евгеньевич! Добрый день! Предлагаю начать нашу беседу с того, что сегодня армейская служба может создать карьеру молодому человеку, который даже и не мечтал о том, что станет военным. И в качестве примера даже можно привести вашу судьбу. Вы ведь начали военную карьеру тоже с солдата срочной службы. Именно так. С солдата срочной службы призывался с военного комиссариата Ульяновской области и вот так вот и потом служба, военное училище, академия, военный комиссар Ульяновской области. 1 октября начали работать призывные комиссии. Прийти на них, пройти медицинское свидетельствование должен каждый юноша, который получил повестку? Вот на сегодняшний день, да, у нас призывные комиссии начали работу с 1 октября. В общем-то, ну, итоги пока подводить рано. Вот первые дни работы мы еженедельно подводим работу призывных комиссий. Но, в общем-то, должен сказать, что все это началось организованно. Посмотрим, как будет все это дальше. Я думаю, что и дальше эти мероприятия будут проходить организованно. В Ульяновской области через призывные комиссии должно пройти 6,5 тысяч призывников. Значит, из этих 6,5 тысяч мы должны отобрать и отправить вооруженную силу Российской Федерации 1093 человека. Это из них 200 человек войска национальной гвардии, 10 человек президентский полк и остальные во все виды вооруженных сил Российской Федерации, вооруженные силы. Значит, что я хочу сказать. Вот в первую очередь, в первую очередь, право будет предоставлено прохождение медицинских комиссий, принятие решений на медицинских комиссий. Это ребятам, которые старше возраста, те ребята, которые у нас получили, так сказать, законные отсрочки и весной по выполнению планового наряда не были отправлены вооруженные силы. Поэтому вот эти ребята, вот эти ребята, они первыми будут рассмотрены на призывных комиссиях и по ним будет принято решение. Ну а по остальным ребятам, по графику работы призывных комиссий, всех мы рассмотрим, всех рассмотрим, кому-то предложим идти в вооруженные силы, кому-то будет право предоставлено отсрочку, кто-то будет временно негоден к военной службе по состоянию медицинского здоровья. Ну и есть определенная категория, она, как правило, мизерная, но все равно такие есть. Будет принято решение, что эти ребята будут негодны к военной службе. Все это будет рассмотрено на заседании призывных комиссий. 31 декабря закончится призыв. Ну в среднем, вот мы сейчас в октябре месяце призывные комиссии работают, мы комплектуем команды, комплектуем команды и где-то ориентировочно с 25 октября начнутся отправки со сборного пункта. И до, как правило, до 25 декабря отправки команд завершаются, так чтобы ребята, те, которые в дороге до Нового года, уже все были в воинских частях. А так, по федеральному закону, да, последний день призыва это 31 декабря. Будем мы принимать решение и где-то числа 30-31, может быть с утра, последняя призывная областная комиссия будет подводить итоги. Будем утверждать те решения, которые были приняты в течение вот этой осенней призывной кампании. Отправляются все с областного сборного пункта, где будут обеспечены питанием в дорогу? Нет, отправляются, да, отправляются все со сборного пункта. У нас там формируются команды, приезжают, так сказать, представители воинских частей. Все эти команды, они тоже проверяют. Проверяют, они у нас там команды эти принимают, представители воинских частей. Ребята переодеваются по сезону. Значит, у них будет и теплая форма, все. Значит, плюс будут выданы пайки на путь следования. Значит, если ребята будут определены и до воинской части будут ехать воинским эшелоном, то будут кормиться в ресторане воинского эшелона. Питание будет горячей пищей в эшелоне. А те ребята, которые, ну, сутки в дороге, те будут обеспечены пайком. Ну, в каком счету в армии ульяновские призывники? По состоянию здоровья, по дисциплине? Почему мы ежегодно в президентский полк отправляем свою команду? Знаете, оно все-таки со временем, я вот уже пятый год военным комиссарам, и я должен сказать, что, в общем-то, нареканий от командиров воинских частей в адрес призывников Ульяновской области военному комиссару мне не поступало. Значит, у нас большое количество ребят, которые призываются, и те, которые зарекомендовали себя положительно, у нас остаются служить на контракт. У нас большое количество ребят, которые во время армии изъявили желание поступать в военное училище. Поступает в военное училище в этом году. В военное училище поступило 75 человек. Открыли двери военные университеты, академии военные. Поэтому, ну, ребята думают о себе, готовятся. Поэтому сказать, что отрицательно служат наши призывники в вооруженных силах Российской Федерации, ну, у меня сегодня нет права такого. Просто вот приезжают и командиры, и представители воинских частей, самые добрые, лестные слова говорят о наших с вами призывниках. Петр Евгеньевич, если у родителей, у призывников есть какие-то вопросы, связанные с призывом, куда нужно обращаться, в какое время? Вот на сегодняшний день все, что касается родителей. Значит, у нас родители имеют право присутствовать при вынесении решений призывной комиссии. Но ни в коем случае не вмешиваться в решение вот этих призывных комиссий. То есть они имеют право, также родители имеют право сопровождать своих детей до места службы. Все, что касается других вопросов, которых волнуют родителей, у нас в военном комиссариате на сегодняшний день организованы горячие линии. А если какая-то конфликтная ситуация, есть ли личный прием у военного комиссара? Можно ли к вам лично обращаться? Вот знаете, когда начинается призывная кампания, я отменяю все графики вот этих всех, как у меня там два раза в месяц провожу личный прием. Все, что связано с призывом, принимаю в любое время рабочие. В порядке живой очереди? В порядке живой очереди. Поэтому приходят, и мы, в общем-то, с ними все эти проблемные вопросы обсуждаем и решаем. И плюс к тому, что будет доведен график до муниципальных образований. Военный комиссар с комиссией проедут все муниципальные образования, и мы там на месте прям проведем отличный прием, и все эти проблемы обсудим. Встречу. Да, встречи проведем, и все эти проблемы обсудим. Ну, я вот еще все, что касается призыва, хочу установиться. Вот на сегодняшний день, вот я уже кратко коснулся, что те ребята, которые это старшие возраста, те, которые предоставилась, так сказать, возможность до осени не убыть вооруженные силы, они пойдут первыми. Плюс ребята, которые на сегодняшний день, вот те, которые закончили до САВ водителей, получили водительское удостоверение, вот эти тоже ребята уходят служить на водительские должности. Те ребята, которые получили, так сказать, водительское удостоверение до армии, и те родители, которые, в общем-то, заплатили за это деньги, военный комиссариат дает им право выбора, но на водительскую должность. Поэтому вот понятно, что там критерием это здоровье, но все равно вот мы идем навстречу, идем навстречу, и, в общем-то, такое решение принято, и до всех военных комиссариатов это доведено. Военные комиссары тоже, так сказать, этот вопрос держат на контроле муниципальных образований. Если родители до призыва в армию обучили своего сына, и он получил водительское удостоверение категории С, приходят и имеют право выбора. Ну, как правило, мы этих ребят отправляем вблизи области. У нас мы его формируем, отправляем в Самару, например, бригаду материального обеспечения на водительские должности. Поэтому мы идем навстречу тоже. Военкомат в этом вопросе открыт, и если люди где-то что-то пошли нам навстречу, и мы и выучили своего сына до армии, и он получил военную учетную специальность, то мы идем навстречу и даем вот такую возможность выбрать место службы. А есть ли другая профессия, например, повар? Ну, знаете, вот на сегодняшний день призываем так, что все просьбы стараемся, так сказать, удовлетворить. Конечно, вот все просьбы. Для этого мы работаем в военном комиссариате. Но критерием является здоровье. Понятно, что всех 100% 1093 мы по желанию не распределим. Это просто обман людей, и зачем это? Но тем не менее, вот те ребята, которые, в общем-то, изъявляют желание, мы все-таки прислушиваясь к их мнению и даем им рекомендации, куда лучше идти. Ну и те ребята, которые на сегодняшний день, в первую очередь, женаты, имеющие детей, которые подлежат призову, мы их персонально рассматриваем. Персонально рассматриваем и, в общем-то, стараемся идти им навстречу. Ну, тоже по возможности. Всех может, но идти, идти, идти и нужно этим ребятам навстречу. Поэтому они не будут бояться военкомата, говорить, что вот пришел военкомат, все забрали и увезли. Нет. Каждого будет рассмотрен индивидуально. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тем дня» принимала участие военный комиссар Ульяновской области Петр Брыкин. И мы говорили об осеннем призыве 2019. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова